Добрый день, уважаемые коллеги! Мы сегодня продолжаем разговор о пациенте, который у нас наблюдался с конца апреля. И мы продолжим определять рациональную тактику ведения пациентов в небольничной пневмонии. Итак, я напомню несколько минут о том пациенте, который к нам поступил в конце апреля, и тактику ведения, которую мы обсуждали. Жалобы у пациента были при поступлении на лихорадку до 39 в течение 3 дней усиления одышки, значимые при минимальной физической нагрузке, выраженный кашель больше по ночам, слабость и отеки на ногах до верхней третьей голени. Я буду говорить достаточно быстро, потому что все учреждения получили информацию в электронном виде по поводу этого пациента, даже если они были подключены. У пациента заболевание началось острым, усиление симптомов выражено в течение 3 дней, сухой кашель был приступообразный. Пациент начал амбулаторное лечение, парацетамол или фоксоцин по назначению супруги медицинского работника, подъем температуры были менее значимы, до 37,3, но сохранялось усиление слабости, одышки и кашля в горизонтальном положении, и появились отеки. Из анамнеза жизни у пациента был опыт лечения антибиотиками в декабре, цифтриаксон, который уложится на феврале, азитромицин. По респираторным симптомам препараты назначались также родственницы. Из анамнеза жизни у пациента перенесено инфаркт миокарда в 2012 году, сахарный декабре второго типа с 2003 года. Есть данные за снижение заболевательной функции левого желудочка с речной недостаточностью, фракция выброса 35-38. Пациент курил с 16 лет и 37 пачка лет его анамнез. И коротко данные объективного осмотра на момент поступления в стационар, третий день заболевания. Часто дыхательных движений 24, температура 37, дыхание ветикулярное, на ограниченном участке можно плачнуть слева, ослабленное, хрипов нет, предупреждение лёгочного тона не определяется, артериальная давление 10 на 74, ЧСС в пульсе 82, ритм синусов на кардиограмме, дальше чуть позже мы про это будем говорить. Живот увеличен в объемность, такожные дырог клетчатки, периферические отеки, до верхней трети голени плотные, симметричные. Данное лабораторное обследование, которое мы имели именно при поступлении у пациента. Самое главное, коротко вы видите сейчас на экранах, гемоглобин 117, ликоцитоз 9,2, палочки 6%, сегмедайдер 75, лимопоциты 13. В первом анализе было выявлено КФКМБ повышенное 49,8, трепонент положительный. При повторном анализе данные были отрицательные. Предыдущий положительный анализ связан был с гемолизом. И у пациента с сахарной диабетом, в пункте 2003 года, при поступлении до компенсации сахар крови 19. КФКМВ на литр. Регенографические исследования пациента при поступлении. Прямая проекция, боковая проекция. По описанию вы видите заключение левостороннее полисегментарное пневмония. Описывается слева. Полисегментарная верхняя доля, гомогенное интенсивное понижение прозрачности и обычной ткани за счет инфильтрации. В правом значительный сиренелёгочный рисунок за счет броносудистого компонента. Пациента с речью недостаточности, вы помните, в анализе. По данным кардиографии, при поступлении фракции выброса 27, но подробно данные вы видите, есть диффузная гипокинезия, дисинергия миокарда левого желудочка, размер полости леви. И анализ, который нам важен для дальнейшей тактики ведения пациента, как он пришел уже на терапию, помните, левококсоцин 500 мг перорально в течение 3 дней. На 4-й день терапии. По общему анализу крови у пациента, лейкоцитоз 8,4%, азенофилы 5%, юны 3%, плачкоядерная лейкоцита 11%, сегментаядерная 68%, левофоциты, иммуноциты 9,4% соответственно. Ну вот то, на чем мы остановились, это вопросы для того, чтобы адекватно назначить тактику ведения пациентов. Мы закончили 30 апреля, насколько я помню, и прошло соответственно у нас 19 дней. Введение этого пациента мы получили от 11 учреждений ответы на эти клинические задачи. Это реальный пациент, который в реальном времени у нас наблюдался, и мы сами определяли тактику ведения в зависимости от тех данных, которые получали далее. Ну и соответственно, не будем уточнять учреждения, которые ответили, насколько корректно это было, сейчас я буду говорить. Будем проводить анализ именно типичных ошибок в ведении этого пациента и анализ и выбранной более адекватной тактики. По выборам места лечения пациента. Вот на этом слайде вы видите ответы, которые были предложены. Часть учреждений предложила пациента лечить пациентами. Два учреждения в отделении интенсивной терапии. Ну, склоняюсь к отделению интенсивной терапии большинство, но не всегда однозначно. В этой ситуации кто был прав и на чем мы должны основываться. То есть это не субъективное мнение, а мнение, основанное на современных рекомендациях. Итак, у нашего пациента, мы знаем, есть клинические значения сопутствующие заболевания. И чуть позже я это разверну, но еще раз вам покажу. То, что же сейчас видно по данному обследованию, есть застойная с речью недостаточность у пациента с декомпенсацией, есть сахарный диабет с декомпенсацией, есть хроническая абстрактивная болезнь легких. Пациент по данному алгоритму, вы видите, у нас как минимум относится еще даже без учета данных анализов. Группа пациента с декомпенсацией клинических значений сопутствующих заболеваний, в его случаях трех, сопутствующих заболеваний, и он безоткогласен должен быть госпитализирован в отделении интенсивной терапии в этой ситуации, где должна быть продолжена его терапия. В этой ситуации сомнений не должно возникать. По методам обследования у пациентов, многие учреждения были правы в рекомендациях тех или иных обследований, я уже покажу результаты обследования этого пациента. Конечно, это электрокардиография. Здесь тоже было не все однозначно у пациента, и на первой пленке при поступлении были выявлены подъемы сегмента СТ в грудных отведениях СВ1-ПВ5, и под вопросом острой инфарктами акварда переднепроводной перегородочной области при КГР-динамике данные за инфарктами акварда не будут утверждены. Симуциеваритом у пациента был. При анализе мокроты у пациента гнойно-слистая мокрота, лейкоциты 60-65 в поле зрения, эритроциты единичные в поле зрения, эптериолиолярные, мы можем убедиться, что да, это действительно мокрота, они содержимые ртовой полости у пациента. Было обнаружено целью дрожеподобного гриба. И обращу ваше внимание, что кандидарбиканс, выявляемый в мокроте, это не критерий для назначения анти-микотической терапии у пациентов, если нет других системных проявлений. Палочки КОХ не были обнаружены. Сперметрия и пульсоксиметрия были пациенту проведены. Пациент не получал до этого никогда бронхолитической терапии. Диагноз КОБЛ у пациента не был выставлен до наблюдения в стационаре, конкретно в эту госпитализацию. До бронхолитика у пациента объема парсиона выдоха за первую секунду соотношения 65% от должной величины. И индекс техно-соотношения в 58% подтвердило обструктивные нарушения после бронхолитика у пациента в пробе с репутамолом 400 микрограмм не менее был прирост у пациентов выявлен и у ФВ-1 составил 74%. Чуть подробнее мы сегодня будем говорить о функциональных нарушениях и выявлении обструктивных нарушений у пациентов по функции внешнего дыхания, что очень важно и является также значимым как электрокардиография для пациентов с болеванием сердца. И пациенту была проведена пульсоксиметрия в состоянии покоя и после физической нагрузки небольшой в виде ходьбы более 100 метров. У пациентов в покое сатурация составила 94%, после физической нагрузки 93%. По данному из органов брюшной полости, которые также предлагали многие учреждения провести пациенту, была выявлена гипотомегалий, стеатоз печени, полип желчного пузыря. Но что наиболее значимое из-за методов исследования было выявлено четвертый день лечения у пациентов, чего не было выявлено на рентгене при первом исследовании двусторонний гидротороз, полевральных полостях жидкость справа 30 кубических сантиметров слева до 300, двусторонний гидроколикоз. Ну и методы обследования, данные обследования мы получили у пациента, соответственно, дальше важно для тактики определение возможных этиологических факторов и предполагаем возбудителя вне тяжелой, вне болезни пневмонии, которая имеет у пациента место. На этом слайде вы видите ответы в обучреждениях, которые были идентифицированы и прислали нам их, и вы видите общая ситуация, которая прояснилась, недооценка роли сопутствующих заболеваний и в определении возможных возбудителей ОПЦ. Заболевания неоднократно называла, и те заболевания, которые есть у пациента в анализе, они принципиально влияли на возможные возбудители и на этиологию, и на особенности течения заболевания. И наибольшую роль прогностическую в развитии данной пневмонии, высокая вероятность возникновения была пневмококка, пневмококковая инфекция, и что в принципе два учреждения указали из семи. В связи с наличием у пациента сахарного диабета декомпенсации роль золотистого стафилопока могла иметь высокую вероятность, и также декомпенсация по ХСН часто ассоциирована с пневмониями у пациентов этой этиологии золотистого филопока. И гемофильная палочка, которая также только в одно учреждение указала как возможный возбудитель высокого вероятность гемофильной палочки инфекции связана с хронической абстративной болезнью легких у пациентов. И это все видно в последних рекомендациях клинических, которые мы разбирали с вами на предыдущих лекциях. Выдержку показываю на этом слайде. Хобот и курение в анализе у пациента зачастую приводят к высокой вероятности именно пневмококковой инфекции у пациентов, гемофильной палочки легионеллы, декомпенсивный сахарный диабет, также пневмококк и золотистый стафилококк. И, соответственно, недооценка роли определенных возбудителей может привести нас к неадекватной антимактериальной терапии у пациента. Конечно, мы должны учитывать только клиническую картину сопутствующей заболевания у пациентов, но и особенности эндологической картины. Эта таблица достаточно мелкая для восприятия, она будет представлена в материалах для скачивания и доступна для вас на сайте медуниверситета и, может быть, методических письм, которые будут предоставлены. Более подробно, что из этой таблицы принципиально для нашего облопациента, это в соответствии его клинической картины или эндологической сопутствующей заболеваний и, опять-таки, выход на наиболее вероятную причину возможного заболевания, пневмококк, гемофильная палочка, стафилококк, аурус или грамотрицательные палочки. Ну и это принципиально для выбора антибактериальной терапии с учетом факторов этиологии неволичной пневмонии, нашего пациента. Алгоритм, который имеется у нас на основе клинических рекомендаций 2014 года, говорит нам о том, что у пациента в этой ситуации клинической мы должны немедленно назначить антибактериальную терапию и первые 4 часа после госпитализации принципиально в этой ситуации если у пациента есть данные статические шок то это первый час. У нашего пациента нет данных за инфицированную синегной палочку, хотя некоторые учреждения писали об этом. Высокий риск вероятности синегной палочки все-таки у пациентов, когда больше шансов больше факторов развития эмоносупрессивных состояний есть данные за длительное применение системными антибактериальными препаратами или бронхокетатической болезнью тяжелого течения хобла. У нашего пациента нет данных за все эти факторы. Нет данных за предполагаемую или документированную аспирацию и нет данных за развитие заболевания на фоне инфицирования вируса гриппа. Препараты выбора для этого пациента это внутривенная терапия респираторная фторфеналоновым оксифлоксоцином и лелофлоксоцин в комбинации с цифалоспоринами цифтериаксон или цифетоксим внутривенно. И в той и другой ситуации его препарат назначается внутривенно. На этой таблице опять-таки обзорно показана не случайность выбора именно этих препаратов в связи с высокой активностью левофлоксацина моксифлоксацина и предложенных цифлоспоринов цифтериаксон и цифатоксима к возможно можно возбудить пневмоокок, гемофильная палочка, золотистый стафилокок. Более подробно как раз это видно на этой таблице, которую я выделила. Мы видим высокую активность достаточно леофлоксоцина к пневмоококу, причем и резистентным, и чувствительным штаммам, гемофильная палочка, легионель и золотистому стафилококу. И в нашей ситуации клинической мы ориентируемся не только на клинические рекомендации, но и на антибактериальную терапию пациентов в анамнезе, которые приводят к вероятности антибиотико-резистентности у нашего пациента к цифалосфоринам и макролитам, которые он получал до этого за последние полгода. И два антибиотика, которые могут быть предложены для комбинации в его клинической ситуации, терапитопинем и ленизолит. Только одно учреждение, по-моему, рекомендовало, да, чуть позже я покажу, да, еще не показываю, ответы по этому поводу. Наиболее рациональная комбинация среди всех учреждений была предложена у одного учреждения. Назначая комбинацию левофлоксоцина и ртопинема или левофлоксоцина или ленизолида, мы таким образом перекрываем спектром активности препаратов высокие возбудители, которые имеют высокую вероятность роли развития пневмонии. Ну, наш пациент пришел к нам на левофлоксоцине, который он получал перорально. Был третий день лечения в момент левогоспитализации, соответственно, тот день, когда она была принимать решение. Это был следующий вопрос для учреждений. Правила третьего дня, о котором вы уже говорили, о котором у вас есть в презентациях, в материале для скачивания, опять-таки, оцените общее состояние пациента, наличие интоксикации, наличие данных по гнойности макроты, легоцитоз, наличие полочководенного сдвига и отсутствие отрицательной динамики на рентгенограмме. Но у нашего пациента, к сожалению, не было критериев эффективности терапии по многим пунктам, в частности, и по рентгенам не было положительной динамики, была отрицательная по общему анализу крови и по гнойности макроты. И анализ крови на четвертый день у пациента подтвердил более выраженный полочководенный сдвиг, чем при поступлении, 11% палочков и 3% ионных легоцитов, нитрофилов. И, соответственно, далее, когда терапия была откорректирована у пациента, что рациональная комбинация, мы видим положительную динамику на 5 и на 11 дни. У пациентов к 11 дню у нас нет уже полочководенного сдвига, у нас нормализация формулы и 2% только у полочководенных нитрофилов. По биохимии крови, вы видите, анализы у пациента, к счастью, не было значимым для компенсации стороны функции почек, не было клинически значимых изменений электролитов, и оно отмечается. Это крайне низкие цифры липидов, что тоже обращает на себя внимание. И до компенсации по сахарному диабету, которое требовало коррекции и инсулинотерапии пациенту. По рентгенографии грудной клетки, как развивалась динамика у пациента, в связи с тем, что своевременно некоторые учреждения этого не учили и не рекомендовали, типичные ошибки я озвучу, не рекомендовали своевременную замену антибиотик. Я неправильные ответы предусмотрительно не показываю, а разберем именно правильную тактику. То есть в некоторых учреждениях оставлена была пероральная терапия пациенту, что абсолютно не повомочно, при тяжелом понимании вреде учреждений, не была назначена комбинация, а пациент оставлен на монотерапии. В связи с тем, что в своевременно начатую с диетерапии была пациенту назначена комбинация внутривена или флоксационная ртопинема, на шестой день терапии была отмечена положительная динамика и уменьшение интенсивности инфильтрации слева, более структурный правый корень на фоне терапии у пациента, но при этом выявление жидкости в плевральной полости справа и слева и заключение рентгенологов, левосторонняя полисигментарная пневмония, верхний дурец, положительная динамика, в сравнении с рентгенографией предшествующим. И один стадион терапии, рентгенографию пациента. И что очень прогностически важно, с точки зрения даже роли возбудителей, такая оценка в обратном режиме может тоже играть роль пациента, достаточно быстро разрешалась пневмония, и мы видим на один стадион терапии в прямой проекции, в боковой проекции, сограничена только субсегментарная фильтрация лёгочной ткани слева в четвёртом сегменте и выраженная положительная динамика, в трансерентгенном нашей стадион терапии. Соответственно, это ещё раз подтверждает о том, что у пациента высокая вероятность была пневмококовая инфекция, достаточно быстрые сроки разрешения, по сравнению с тем, что могло быть при роли других возбудителей, и хороший ответ на адекватную антибактериальную терапию. Ну, параллельно, естественно, очень важно, при тяжёлой пневмонии у пациентов коррекция сопутствующих заболеваний, пациенту была проведена коррекция инсулинотерапии, которая была назначена впервые короткодействующим инсулином, присоединение к инсулинам действующих инсулинов, коррекция терапии после подокомпенсации ХСН, комбинированная юридическая терапия у пациентов и кардиальная терапия, которую чуть позже я вам покажу. Ну и, соответственно, критеритарности у нашего пациента были оценены своевременно и подокомпенсации сопутствующих заболеваний, помимо того, что отсутствует положительная динамика на рентгене. Ну и ещё раз возвращаясь к тому материалу, о котором вы говорили, не случайно левофлоксацин, не случайно ртопинем или ленизолит в связи с тем, что именно эти препараты имеют высокую чувствительность и активность при пневмококовой инфекции у пациентов и с минимальным риском резистентности по сравнению с другими предложенными препаратами. Ну и то, что во всех клинических ситуациях важно учитывать и может быть успешно в плане предотвращения высокой летальности при тяжёлой пневмонии – это роль отрицательного влияния сопутствующих заболеваний. Это относится к нарушению функций почек, печени, заболевания сердца, злокачественных новообразований, сахарного диабета. Именно для компенсации в нелёгочной хронической патологии пациентов 40% пациентов с пневмонией имеют как в первые сутки заболевания. Ну и первые 24 часа с момента госпитализации имеют максимальный риск резистентных событий у пациентов и острое кардиальное нарушение у этих пациентов, как правило, наблюдается на фоновой хронической кардиоскулярной патологии. Ну и резюми по ошибкам, которые я умышленно не показывала, а резюмируем именно как неправильные ответы. В первую очередь некоторые недооценивали тяжелое состояние пациента и не госпитализировали, не рекомендовали госпитализацию в интенсивную терапию, отделение интенсивной терапии у пациентов или не своевременно рекомендовали госпитализацию. Ряд учреждений оставлял пациента на антибактериальной терапии пероральной, с тяжелой пневмонией, при этом на самом деле показана только внутривенная терапия. Некоторые учреждения рекомендовали ступенчатую схему, что в этой ситуации у пациентов с тяжелым садокомпенсацией сопутствующих заболеваний тоже нецелесообразно. Ряд учреждений не учитывал необходимость коррекции на третий день терапии. Ряд учреждений рекомендовали цифровой фоксацин, ориентирующейся, скорее всего, на возможную роль синегнойной планочки, что также было маловероятно для этого пациента, необоснованно. Но и комбинированная тибуториальная терапия в этой ситуации единственный возможный подход к терапии у пациентов при неэффективности на третий день выявлены. Амоксицелин также был рекомендован в одном из учреждений, что тоже абсолютно нецелесообразно в связи с высокой резистентностью и низкой активностью. Для пациентов с тяжелой пневмонией, низкой эффективностью. Но те куспарин третьих и четверых поколений не должны быть выбраны для этого пациента в связи с тем, что обык применения этих препаратов был за последние несколько месяцев у пациента. Ну и листозначение, с которым пациент лечился в течение истевших двух недель. Вы видите на этом слайде левоксацин 1000 мг в сутки внутривенно, РТПНМ 1 г в сутки внутривенно. Пациенту была назначена бронхаритическая терапия, потому что, вы помните, у него была обструкция в средней степени выраженности, которая впервые была выявлена как хроническая абстрактивная болезнь легких, и дальше мы об этом будем говорить. Пациенту была адекватно назначена диуретическая терапия под контролем сутки внутривенно с переходом на пероральное, ингиби-терапеев, антагонист альдостероновиршперон и бета-блокаторы, титрование дозы до целевых уровней. Ну и на этом развитие событий нашего пациента закончилось. Пациент успешно был выписан с... На какой день терапии у нас выписан пациент? Более... Ну, на 14-15 день он был выписан пациент с рекомендациями о лечении хронической абстрактивной болезни легких, которая была выявлена у этого пациента, и, соответственно, профилактикой инфекции в связи с тем, что пациент с хронической абстрактивной болезнью легких и его дежурным сопротивлением заболеваний нуждается в вакцинации, и, в частности, в вакцинации пневмококовой вакцины для профилактики возможных заболеваний. Респираторные беседы. И у нашего пациента, как вы уже поняли, было два заболевания, которые привело его к нам, как минимум, да, с респираторными симптомами играли роль на развитии симптомов. И мы посмотрим тем и тогда обследования для пациентов с кашлями отышек, которые могут повлиять на... И могут нам отдать более подробную информацию о состоянии пациента. Вы видите на этом слайде о том, что региография грудной клетки может дать сноплошных результатов только в три раза реже, чем ложноплошных результатов. Ряд методов исследования, к которым мы часто привыкли значить пациенту, они бывают зачастую неинформативны, и необходимо оценивать состояние функционального функции внешнего дыхания у пациентов, и метацперметрия в этой ситуации становится незаменимым. По информативности сперметрии она превышает все предложенные методы для пациента с кашлями и одышкой, в связи с тем, что функциональное нарушение не оценивается ни при компьютерной демографии, самого высокого разрешения, ни тем более при генографии органов грудной клетки. Но при этом мы должны понимать, что сперметрия достаточно субъективный метод зависит от правильного проведения методов и интерпретации этих данных. И в настоящее время мы понимаем, что обструктивное нарушение случается гораздо чаще, чем об этом задумываются терапевты, тем более наши пациенты, и при скринингах обследованиях эпидемиологических выявляется практически 25% населения, при этом участие населения без клинической выраженной симптоматики. Но бронхиальная астма и хобл – два состояния, которые наиболее часто становятся причиной бронхоабструктивного синдрома. Итак, мы сегодня коротко обзорно в том объеме, которым должны были терапевты, поговорим о функции внешнего дыхания для пациентов, как о наилучшем методе определения на наличие ограничения воздушного потока. Метод стандартизировано международными стандартами, на которые мы ориентируемся в диагностике и определении тактики ведения пациента. Ну, по диагностике определение спериметрии, появление спериметрии у пациента, во-первых, объективизирует функциональное состояние легких у пациентов, объективизирует те изменения функционального состояния, которые у пациента с репературными симптомами, и одышка, и кашля, свистящее дыхание, и все физикальные феномены. Очень важно, как выявление у пациентов при диспансерном наблюдении, при определенных профессиональных рисках, и у курильщиков, у работников с средными производствами, определение операционного риска, определение прогноза заболеваний и оценка состояния западки с пациентом наблюдения. Очень важно, когда мы лечим пациента с репаратурными симптомами хронических пациентов, оценивать эффективность наших хирургических мероприятий. В этой ситуации ориентироваться только на клиническое состояние, к сожалению, невозможно, в связи с тем, что оценивать дипронхиальную проходимость у пациентов необходимыми методами исследований более объективными. Также важно оценивать возможные риски от воздействия вредных веществ и контактов у пациентов с профессиональной вредностью и оценка эффективности реабилитационных программ. Без спирометрии не проводится ни одна экспертная оценка пациентов с хроническими заболеваниями с пироторными, это оценка временной и стойки интроцепособности. Ну и птионархические, скринговые исследования, масса обследования все больше и больше всего к нам приходит. И мы должны помнить о том, что в современных условиях выделяется синдром немой обструкции бронхов, который встречается у пульмологических пациентов, причем зачастую у пациентов в сочетании с респираторными синдромами, соцсиндром может появляться, но также и у лиц без жалоб на кашель, одышкой свистящее дыхание. И проблема поздней диагностики в хронических и респираторных заболеваниях, она все чаще и чаще приводит к тому, что пациенты впервые обращаются на поздних стадиях заболевания, когда частичные изменения становятся необратимыми. Но это наиболее характер для пациентов с хронической абстрактивной болезнью дырки. И вы видите на этом слайде легочные объемы и емкости, которые мы оцениваем у пациентов, которые мы можем оценить и представления которых мы должны иметь. Но, к сожалению, жилья емкость легких и объемы легких не всегда возможно оценить достоверно с помощью спериметрии. Для этого необходима будет эти зимографии, как наиболее точные исследования. Но форсированная спериметрия дает нам необходимую информацию у пациентов по бронхиальной проходимости и, соответственно, дает нам возможность диагностировать состояние у пациентов и верифицировать обструктивные или рестритивные нарушения. Итак, та препаратура, которую мы регулярно пользуемся для пациентов как терапевта, используем жел, это жизненно емкость легких, это форсированная жизненно емкость легких, это объем форсированного выдоха за первую секунду и соотношение ФВ1 к ФЖЛ или к ЖЛ или индекс ТФНО модифицированный. Это образовательная емкость легких, это тот максимальный объем воздуха, в котором пациент может вдохнуть экспираторное жел или выдохнуть экспираторное жел. При этом остается остаточный объем легких, то количество воздуха, которое остается в легких даже после максимального выдоха. И общая емкость легких представляет собой сумму жел, жизненно емкость легких, а остаточного объема легких. У пациента с хронической обструктивной болезнью легких происходит изменение на уровне, я вернусь к слайду, на уровне функциональной остаточной емкости легких. Абсолютная емкость легких остаточная не изменяется в зависимости от течения жизни у пациентов. А вот функциональная остаточная емкость легких у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких при длительном течении или при приступе бронхиальной астмы резко увеличивается. При этом возникает феномен воздушной ловушки, у пациента усиливается одышка и уменьшается дыхательный объем. Форсированная жизненность легких Это и патология лёгкочной ткани, в частности резекция лёгких от электаза. Это и нарушение растяжимости лёгкочной ткани при фиброзе, при застойности речной оснащенности у пациентов. И при абстрактивной болезни лёгких, при хронической абстрактивной болезни лёгких и других абстрактивных состояний в предельном течении. Также постепенно снижается ФРЖЛ за счёт замедления упражнений лёгких, то есть так называемых воздушных ловушек. Также причиной снижения ФРЖЛ является и патология плеврой плевральных полостей. Утолщение плевра, плевральные выпады, опухоли плевры, сопростояние на лёгкочную ткань. Уменьшение размеров грудной клетки. Нарушение экскурсии грудной клетки у пациентов также приводит к нарушению расправления лёгкочной ткани и снижению ФРЖЛ. И нарушение дыхательной мускулатуры, в частности у пациентов с миостенией и другими синдромами, также проявляется снижением форсированной результой лёгких. Но это незаменимый параметр, параллельно оцениваемый при форсированном выдохе. Объём форсированного выдоха за первую секунду, определяющийся критерий тяжести и обструкции. Максимальный объём воздуха, который человек может выдохнуть за первую секунду, представляется в ФВ-1. В ФВ-1 наиболее критерий воспроизводимый, часто используемый информативный. Независимо от усилия, он оценивает свойства лёгких и проходимых дыхательных путей. Движение скорости воздушного потока или ФВ-1 характерно для амфиземы, для хронической абстрактивной болезни лёгких, для бронхиальной астмы, для муковисцидоза. И соответственно, дифференцировать состояние нам необходимо, используя дополнительные методы и параметры. При инструктивных нарушениях также вторично снижено и ФЖЛ, и ФВ-1. Но принципиальным дифференциальным критерием является отличие от реструктивных абстрактивных нарушений индекса ТЕФНО в соотношении ФВ-1 к ФЖЛ. У пациентов с абстрактивными нарушениями это всегда нормальный или ближайший норма. Итак, модифицированный индекс, о котором я говорила, ФВ-1 к ФЖЛ. В норме здоровый человек в первую секунду выдыхает около 75-85% всей форсированной жизненной лёгких. У детей это показалось в порядке около 90. Но с возрастом это соотношение снижается постепенно. И у пожилых людей эти цифры даже снижаются в норме у здорового пожилого человека даже до 65. Причины абстрактивных нарушений многообразны. Читично мы уже и говорили, вы все это хорошо знаете. Помимо хронических абстрактивных заболеваний, хоблобранхиальной астме, фензема, муковисцидоз, мы должны помнить о возможном синдроме с давлением крупных бронхов и трахеи у пациентов опухоли извне. Возможном стенозировании эндофидно растущей опухоли рубцовой тканью или инородным телом. Так выглядит в норме кривая форсированного выдоха нормального здорового человека у пациентов, где есть своевременно начатый выдох в первую секунду и волога и снижение параметра, которых мы определили. Они зависят от пола, возраста, веса пациента, окружающей среды, температуры и влажности, что закладывается в данные пирометра. Ну и, соответственно, условные величины, отклонения процентов должной величины, которые мы учитываем как нормальные, идут в пределах 80% и более. Мы все достаточно условно, потому как есть условная норма, есть индивидуальная норма и небольшое отклонение, плюс-минут 5% может быть выявлено у пациентов. И в этой ситуации идет часто иногда гиподиагностика или гипродиагностика некоторых состояний. По пиковым объемным скоростям и максимальным объемным скоростям процент отклонения должной величины считается допустимым 60% и более. Максимально объемные скорости, МОСы, так называемые, вообще величина не всегда воспроизводимы, ориентироваться только на эту величину в плане диагностического заключения не всегда представляется возможным. Ну и на этом слайде выглядят суммарно разные варианты клинических ситуаций у пациентов и пирометрической кривой в зависимости от клинической ситуации. Для обструктивного типа нарушений, принципиально общее, если это обструктивный тип нарушений не крайне тяжелый-тяжелый, сохранность показателей объема стилюхих и жел и фэжелых пациентов выше 80%, но при этом принципиально, что снижен ОФВ1 и снижен индекс ТИФНОФВ1 к фэжелу. При этом определяется наклон спирометрической кривой, вы видите, желтая и зеленая кривая имеют типичную характеристику. А вот синяя кривая характеризуется обструкцией бронхов крупного калибра. Таким образом, спирометрия в настоящих условиях выявляет ранние признаки обструктивных нарушений у пациентов без клинических проявлений бронхиальной обструкции. И по только типу даже спирометрической кривой при снижении скоростных показателей мы можем наиболее своевременно выявить у пациентов обструктивное нарушение, когда наша терапия может быть наиболее успешной. Для рестриктивного типа нарушений характерны принципиальные отличия снижения жизнедеемкости легких. При этом ОФВ1 и Фэжел снижены вторично. Как же определить, если мы только ориентируемся на эти показатели, дифференцировать бывает сложный рестриктивный и абстрактивный тип, но наиболее достоверным критерием является индекс ТИФНОФВ1. ОФВ1 и Фэжел при рестриктивном типе всегда будет больше, чем 70%, а зачастую это 90% и выше при выраженных рестриктивных нарушениях. И последний клинический вариант, до которых у пациентов зачастую очень много, и, как правило, у пациентов с длительными анамнезом ХОБУ, комбинированные нарушения. Когда есть синдром провала, выраженный так называемая пивообразная кривая, резко выраженное абстрактивное нарушение у пациента с сочетанием с рестриктивными нарушениями в связи с утратой, присоединяющимися в связи с утратой эластических свойств, амфиземой, пневмосклерозом, пневмофиброзом у пациента. И нижняя строка, которая обозначена как строковая, наиболее типична как эспериметрическая кривая для пациента с рестриктивным типом нарушений. Обрыв выдоха, и при всех усилиях пациент не может продолжать маневр, и таким образом выдыхается весь максимум, практически до 90% всей емкости легких в первую секунду. Много требований, да, технически в связи с тем, что субъективизм может присутствовать, неправильно проведенная процедура может приводить к неадекватной диагностике, но когда манер форсированного выдоха, пациентам следует в плане с осторожностью или отложить его на определенное время. В частности, при остром пневмотораксе это противопоказанная процедура, в течение двух недель не рекомендуется после принесенного пневмоторакса. Первые 2-4 недели после острого инфаркта миокарда, после офтальмологических операций, операции на брюшной полости, с тем, что создаётся высокое давление брюшной полости. При выраженном продолжающем кровохарпании, так как форсированный выдох маневр может спровоцировать усугубление кровохарпания. При тяжелом состоянии обострения бронхиальной астмы. И при подозрении и не исключенном активном туберкулезе и других заболеваниях, которые передаются воздушно-капельным путем. Сперметрия, синтартизированная методика, ориентированная на международные стандарты, но она может использоваться как синтартизированная методика только при правильно проведенном маневре. Вы видите, вот фиолетово-розового цвета кривая, адекватный маневр форсированного выдоха, всё остальное – это неадекватный маневр. Замедление в первую секунду, кашель при выдохе, обрыв выдоха – всё то, что даёт нам неадекватную информацию и не позволяет интерпретировать этот результат. Зачастую приходят пациенты с неадекватной диагностикой, гипердиагностикой или гиподиагностикой в связи с тем, что неправильно был проведен маневр. Зависит очень много и от пациента, и от специалиста, который проводит процедуру. Ну и самое главное, что результат должен быть воспроизводимый, пациенту проводится не менее трёх попыток, и разница между двумя максимальным попытками должна быть не более чем 150 мл. Но эти данные нельзя интерпретировать. Ну и, как я уже говорила, мы имеем разные типы нарушений, чисто обструктивный тип, исключительно-рестриктивный или комбинированный тип нарушений в зависимости от клинической ситуации пациента. И вот оценки степени тяжести бронхиальной обструкции, на которую мы ориентируемся, когда проводится заключение, вы ориентируетесь на заключение. Ну, зачастую заключение, которое делает приборы, если это компьютеризированная экспериметрия, наориентироваться не стоит в связи с тем, что, возможно, неадекватная интерпретация. Но, ориентируясь на показатели объема партнерного выдоха за первую секунду при правильной проведенной методике, мы видим, ну, во-первых, общий для всех этих пациентов индекс ТИФНО, опять-таки, у ФВ1 к ФСЖ меньше 70%, а далее в зависимости от снижения ФВ1. При снижении ФВ1 от 70 до 80% это лёгкая степень обструкции, 60-69% подложной величины умеренная обструкция, 50-59% средняя тяжёлая, 35-49% тяжёлая, менее 35% подложной величины крайне тяжёлая. Это не является классификацией степени тяжести Хоббл, про это мы будем говорить через неделю, и там немного другие критерии. Испериметрия – это тот метод исследования, который не выставляет диагноз, а определяет степень нарушений и тип нарушений у пациентов в конкретной ситуации. Вариабельность функции бронхиальной проходимости может быть у пациентов с бронхиальной астмой, и разный ответ на бронхолитик может быть у пациентов с бронхиальной астмой Хоббл. Испериметрия – это не тот метод исследования, который определяет диагноз, а определяет тип нарушений в момент проведения исследования у пациента. Облиять может всё, даже бронхосказ, который может быть вызовом самой спериметрии, дыхательное нарушение функции дыхательной мускулатуры, пациент сочетанной патологией, таким образом. И в обратной ситуации возможно, даже нормальные показатели спериметрии у пациентов не исключают наличие заболевания. В частности, опять-таки, наиболее типичного течения бронхиальной астмы с интерметирующим течением. Когда спериметрия нормального пациентов может измениться в течение нескольких минут до выраженной обструкции при приступе бронхиальной астмы. Таким пациентам необходимы дополнительные методы исследования, в частности, это бронходилитационный тест и бронхопровокационные пробы. Про бронходилитационный тест коротко скажу о том, что показания, когда мы должны назначить этот метод исследования, Это в первую очередь установление обративности бронхиальной абстракции у пациентов, при наличии положительной реакции на болтидоладрог пациентов, наиболее типично. Но опять-таки и при бронхиальной астме у пациентов, и при подтвержденной бронхиальной астме, из них, когда пациент не дает достоверного прироста на бронхолитик, из них, когда этот прирост может быть ярко выраженный. Положительная или отрицательная проба с бронхолитиком – не критерий диагноза или исключения подтверждения бронхиальной астмы. Когда мы назначим пациенту базисную терапию при хроническом заболевании с бронхоабструктивным синдромом, за эти эффективность необходимо не только ориентироваться на клиническое состояние пациента, но ориентируясь и на гвозди спирометрии. В частности, значимая стабилизация подтверждает адекватность байсной терапии, отсутствие достоверного эффекта у пациентов и прирост проби с бронхолитиком, если пациент находится на байсной терапии, это критерия увеличения дозу байсного препарата у пациентов или пересмотр терапии. Ну и неважно, что нам может помочь, чем бронхоабритационный тест, то выявляется критерия бронхоспазма у пациентов, когда выявляется значимый прирост больше чем 200 мл, 12% соответственно у пациентов, без казалось бы видимых нарушений, то есть цифры были больше 80. Стандартно рекомендуется использовать бронхолитики, если это цельбутамон, то это 400 мкг, 4 вдоха с оценкой теста через 15 минут, если это ипродропиумоврамид 160 мг, с ответом через 30-45 минут повторно. Или через нибулатерскую бутамол, опять-таки, или ипродропиумоврамид с измерением ответа через 15-30 минут соответственно. Положительный бронхоабритационный тест у пациентов должен оцениваться на чистом фоне, если особенно ставится вопрос о нефициальной диагностике. Пациент должен быть на чистом фоне, как минимум 2 дня не принимать эволюционные кортикостероиды, метилкосантины, антигистаминные препараты. Положительным считается тест в случае прироста повышения ОФВ-1 и или ФЖЛ на 12%, что соответственно составляет 200 мл и более. То есть если соблюдены эти два условия, проба не считается достоверной и положительной. Наглядно на слайде видно, например, обратимый тип обструктивных нарушений. В этом пробе был выявлен прирост 35% по ОФВ-1 и 11% по ОФВ-1, что составило по ОФВ-1 880 мл, что достоверно говорит о том, о значимом приросте типичный положительный пробес с высоким процентом 35% и приросте 880 мл. Необратимое обструктивное нарушение. Пробес бронхолитиком, соответственно, был выявлен прирост 13%, что составило больше цифры, чем 12%, но при этом эта цифра была 120 мл, то есть меньше, чем 200 мл. Положительная реакция не выявлена, таким образом, и не может заключить достоверную положительную пробу у пациентов, когда не было соблюдено два критерия прироста. Ну и пациенты, как пациенты бронхиальной астмой могут реагировать по-разному на бронхолитик в разные дни заболевания, так и пациенты с хронической абстрактивной болезнью лёгких разные фенотипы пациентов по-разному реагируют на бронхолитик и изменяют цифру ОФВ-1. У меня есть эти пациенты в зависимости от фенотипа и от течения заболевания. Бронхиолитические тесты у пациента с Хоббл на этом слайде вы видите. Когда пациент в пробе с бронхолитиком очень хорошо отвечает на бронхолитик и цифры прироста 35%, опять-таки более чем 12 мл и 400-200 мл, что соответственно больше, чем 200 мл. Значимый прирост, проба положительная. Есть пациенты с бронхиальной астмой, которые, как я уже говорил, не всегда отвечают, и на этом слайде мы видим цифры меньше чем 12,8 и 8, соответственно меньше, чем 200 мл. Если пациент с бронхиальной астмой или пациент с Хоббл не выявляет в пробе с бронхолитиком, с алиботомолом или протропиум бромидом, прирост соответственно 12% 200 мл, что делать? Проведение пробы с бронхолитиком не является тактикой подбора медикаментозной терапии пациента. Пациент с Хоббл и применяет базисную терапию бронхолитиком как базисную, в связи с тем, даже если проба отрицательная, в связи с тем, что бронхолитики влияют на не только скоростные показатели, которые мы видим при спериметрии, но и уменьшают воздушные ловушки, увеличивая дыхательный объем и уменьшая функциональную достаточно емкость легких. Поэтому эффективность и ответ в пробе на бронхолитику пациентов не является критерием назначения терапии. Субъективно пациенты, как правило, в пробе чувствуют уменьшение степени одышки, улучшение дыхания, при этом прирост может быть не выявленным. Ну и коротко несколько слов буквально про дополнительные методы, которые мы обязательно должны использовать в метод пикфлометрии. При дифференциальной диагностике двух диагнозов Хоббла бронхиальная астма и при оценке эффективности терапии бронхиальной астмы в мониторении этого состояния. Пиковая скорость выдоха, которые определяется при форсивном выдохе на пациентах это мониторинг и дифференциальная диагностика Хоббле бронхиальная астма. Два параметра, которые мы оцениваем у пациентов, с нами в себе пикфлометрия должна проходить ее не менее чем в течение двух недель, когда идет дифференциальная диагностика и постановка диагнозов Хобблы бронхиальной астмы. Рекомендуем У пациента проводим пикфонометрию 2 раза в день, утром и вечером. По 3 подхода, утром и вечером, записывает пациент максимальные значения пиковой скорости выдоха. Процедура, конечно, должна быть проведена правильно, должен быть максимально резкий выдох. Делается ампулаторно, и пациент может дополнительно делать эту процедуру в случае возникновения затруднения дыхания или приступов кашля. Таким образом, мы можем выявить бронхоспазм, который возникает у пациента в течение дня. Два параметра, которые мы оцениваем у пациентов. На графике вы видите, да? Пиковая скорость выдоха – это конкретная величина, которая отклоняется от должной величины какой-то процент. В частности, используется таблица должных величин, которые чуть позже покажу. Они будут доступны для вас, если вы до этого с ними не работали. Пикфлометрия – обязательный прибор, так же, как монитортор реального давления для всех пациентов хронической абстрактивной болезни людьми. При спосновке диагноза тримархиальной астмы. Процент отклонения от должной величины рассчитывается по формуле, которую вы видите. Абсолютное значение, отдельно должное значение пиковой скорости выдоха умножить на 100%, мы получаем цифру процентов. И мы оцениваем вариабельность. Максимальная пиковая скорость, например, да, у этого пациента 400 и минимальная 350 в недельный разброс составляет 10%. Процент 10% вариабельности – это нормальный показатель. В норме процент вариабельности должен быть меньше, чем 20%. И следующая клиническая ситуация. Также изначально 85% от должной величины пиковой скорости выдоха. Но при контакте с аллергеном у пациента возникает чуть-чуть затруднение дыхания. Мы видим снижение показателей пиковой скорости выдоха и разница, соответствующая 30%. Высокая вероятность бронхиальной астмы у пациента и дальше дополнительно до обследования. Таким образом, мониторирование пиковой скорости выдоха у пациентов по незаменимым методам исследования для оценки вариабельности при множенных изменениях по меньшей мере 2 недели. Пациент бронхиальной астмы должен видеть прибор и выявлять ранние симптомы обострения бронхиальной астмы для коррекции терапии и для увеличения дозы байсной терапии для профилактики обострения. Ну и нормы пикфилометрии для взрослых, которые вы видите на этом слайде, они будут доступны, если необходим. Это материал для скачивания и презентации, которые будут предоставлены. Нормы отличаются в зависимости от роста, возраста пациента и имеют особенности у мужчин и у женщин. Вы видите таблицы мужчин и женщин нормальных величин по пиковой скорости выдоха, величина литра в минуту. Ну и резюмирую, место спирометрии в введении пациентов с респираторными симптомами неоспоримо. Оно практически сравнимо с нейрологическими медведями исследования в связи с тем, что незаменимо для оценки нарушения бронхиальной проходимости, выявления рестриктивных нарушений у пациентов и подбора адекватной терапии для пациентов.